Здравствуйте! С вами программа «Новый день» и я, Анна Черкесова. Одним из самых популярных и эффективных видов спорта является бег. Но далеко не все знают, как правильно бегать для того, чтобы получить максимум результата и пользы для здоровья. Раскроем сегодня несколько секретов. Бег укрепляет организм, повышает работоспособность и вдобавок улучшает настроение. Систематический бег снижает риск инфаркта, обновляет и увеличивает объем крови, повышает обмен веществ. Одним из любимых мест чебоксарцев в последнее время стала Московская набережная. И это неудивительно. Прекрасный вид на Волгу, новые спортивные, развлекательные зоны. В общем, все, что нужно для того, чтобы бегать и тренироваться. Самое главное знать, как бегать полезно, а как нет. Как правильно бегать, расскажите, пожалуйста, про технику бега. Вы можете бежать так, чтобы, во-первых, у вас не взлетали высоко ноги. Вы должны приземляться не всей подошвой. У вас должна приземлиться сначала пятка, внешний край стопы и оттолкнуться от подошвы. Начинать лучше с непродолжительных таких сессий. Можно ли пить во время беговых тренировок? Пить, конечно же, нужно. Непосредственно во время бега, наверное, будет и неудобно. Естественно, можно остановиться, сделать глоток воды. Это не запрещается. Я слышала, что бег может быть вреден для позвоночника. Так ли это и как минимизировать этот вред? В первую очередь нужно выбрать, очень тщательно выбрать обувь. Обувь – это очень важный элемент в беге. Она должна быть специальная. Это не должна быть плоская подошва. Кроссовок должен быть как вторая кожа. Он должен комфортно сидеть. Должен быть хороший протектор и достаточно толстая подошва, чтобы самортизировать, чтобы смягчить ударную нагрузку во время бега. Понятно, сейчас лето, все выходят на пробежки. А можно ли бегать зимой? Не вредно ли это для здоровья? Зима – это как раз идеальный период для начала, для новичков, потому что зимой, как правило, мы бегаем по снегу. Это гораздо лучше, чем асфальт. Я зимой всегда бегаю. Это мое любимое время для пробежек. Каждый месяц видеоблогер Екатерина Суворова будет делиться секретами похудения и правильного питания. За полгода она смогла сбросить 36 килограмм. И в наших сюжетах она расскажет, как же у нее это получилось. Сегодня она представит свое вегетарианское меню одного дня. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Суворова. Рада со всеми познакомиться. Итак, представляю вегетарианское меню. Завтрак с 7 до 8 – это 4 столовые ложки гречневой каши, сваренной на молоке, 1 вареная свекла, перекус с 9 до 10, 1 грейпфрут. Обед с 12 до часу – это 4 столовые ложки тушеной фасоли, 2 кусочка запеченной тыквы и 4 кусочка запеченного кабачка в духовке. Второй обед с 16 до 17 – это 100 грамм 5% творога. И 4 столовые ложки вегетарианского салата с авокадо и миндалем. С 17 до 18 – это 1 стакан лимонного напитка. Ужин с 19 до 20 – это 1 стакан кефира и 1 столовая ложка сибирской клетчатки. Поздний ужин с 21 до 22 – это 1-2 стакана молока с зеленым чаем. Приятного и полезного аппетита! На этом все. Желаю вам позитивной и солнечной недели. Ну а завтра-завтра будет новый день.